Вот это три на три комнаты рабочее место начальника отдела областной прокуратуры Анны Аршиновой, а по сути ее второй дом. За этим столом женщина проводит по 12 часов в сутки. Кипа бумаг на краю сегодняшней жалобы. На каждую нужно ответить и в каждой проблеме разобраться. Погрузившись головой в работу, руководитель отдела по надзору за соблюдением закона не сразу вспоминает про свой профессиональный праздник. Когда я пришла в прокуратуру, когда я начала работать, мне очень понравилось, я определилась с надзором, а прокуратура, понимаете, она затягивает эту работу. То есть вот эта система прокурорская, это такая система, это, во-первых, коллектив очень такой слажен, люди окружают тебя высококвалифицированные. Анна Аршинова – юрист со стажем. На защите закона женщина уже 20 лет. Сегодня она одна из участниц общероссийского конкурса «Юрист года». Лучших правозащитников чествовали в юбилейной гостинице. Признание прокурора Аршинова получила в номинации развития регионального законодательства. С праздником всех присутствующих поздравил заместитель губернатора Александр Краснов и вспомнил, как сам оказался своим среди юристов. История достаточно интересна была. Я по первому образованию историк, и лишь второе образование у меня юридическое. Все было очень близко. Наверное, выбор той и другой профессии – это мои преподаватели. То есть сначала в школе, а потом уже в университете заразился вот этими идеями. Основным лейтмотивом сегодняшнего дня юриста стал предстоящий юбилей главного свода законов страны. 12 декабря исполнится 20 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин отмечает, за несколько месяцев работы на новой должности он принял уже более 300 жалоб о несоблюдении конституционных прав. Иногда это жалобы на судопроизводство. Люди не согласны с приговорами судов, которые выносятся по их делам. Они жалуются на действия правоохранительных органов. Есть жалобы на то, что они не могут реализовать свое право на жилище, на социальное обеспечение, на здравоохранение. То есть по всему спектру свобод и прав человека и гражданина, которые утверждены нашей Конституцией. В завершении торжественной части лучшим юристам региона были вручены грамоты от лица губернатора. Свои награды подготовила Федеральная палата адвокатов.